Мастер Орг был главным злодеем в 10 сезоне сериала Пайер Рангерс Айлд Форс. Он был постоянным антагонистом на протяжении 25 эпизодов и правителем всех организаций. Каракк и антагонист в игре Пайер Рангерс Мистик Форс. Он был грозным воином, но в отличие от своих союзников, он был благородным бойцом, отказывающимся сражаться против беззащитных. Он был любимым антагонистом фанатов из-за такой родственной черты и из-за того, что он выглядел потрясающе. Он был самым страшным антагонистом в этом сезоне, и несмотря на свои благородные поступки, он по-прежнему был верен плохим парням. В отличие от других злодеев в сериале, Адмирал Малкар не позволяет поражению разозлиться вместо, этого он ценит достойного противника. Когда его усилия по доставке своей армады на Землю действительно увенчаются успехом. Это станет одним из крупнейших событий в истории могучих рейнджеров, объединив всех классических рейнджеров для эпической битвы. Хотя он не самый могущественный злодей, его усилия эпичны. Актамус Мастер был главным антагонистом сезона Пайер Рангерс Мистик Форс. Этот сезон был полом грозных злодеев. Он злодей, который стоит за каждым злодеем в этом сезоне. В отличие от других злодеев в сериале, Мастер не просто сидит сложа руки, позволяя своим миньонам делать всю грязную работу. На самом деле он в ловушке и ждет своей свободы, чтобы захватить мир раз и навсегда. Зрители увидят этого монстра, станет ясно, что это самый пугающий злодей, которого создатели использовали до сих пор. Он воплощающие в себе все зло. Психо-рейнджеры – злодейские копии героев. Их фирменные цвета – черный, красный, синий, желтый и розовый. Они появляются в шестом и седьмом сезонах сериала «Могучие рейнджеры в космосе» и «Затерянная галактика», но они не были главными антагонистами или вдохновителями истории. Вместо этого они были творениями астронимы. В «Затерянной галактике» они действительно были близки к победе над могучими рейнджерами. Розовый психо-рейнджер был первым злодеем, завершившим на экране могучего рейнджера. Тиная – величайшее творение Венджикса. Она – бот-атака для проникновения человека. Она была создана, чтобы выглядеть в точности человек, но на самом деле она робот, одержимый разрушением. Позже становится ясно, что она на самом деле модифицированный человек. Как и астронима, у нее есть тайные связи с могучими рейнджерами. История и развитие ее персонажей удивительны и являются одними из самых креативных в сериале. Она была модифицирована, чтобы иметь множество специальных навыков. Астронима и главный антагонист Паэр – Ранжерс Инспас. Она также известна как принцесса зла и принцесса с арк-космоса. Она является одним из самых привлекательных персонажей, за которым стоит наблюдать, так как ее развитие персонажа имеют наибольшую глубину, возможно, во всей франшизе. Она овладела магией, обладает достаточными боевыми навыками, чтобы сама сразиться с рейнджерами и создают монстров в сериале. Лорд Зетт был главным антагонистом в могучих рейнджерах, морфинах и был истинным лидером злых космических пришельцев. Его монстры были самыми могущественными в серии, и его планы не ограничивались уничтожением рейнджеров. Он был одним из самых страшных персонажей в сериале и одним из самых удивительных злодеев. Он главный злодей, которого рейнджеры должны победить.